Здравствуйте, друзья! Как всегда, по вторникам вдоль с нами новый молодой бизнес, стартап. Хотя стартап стартапу рознь. Иногда с нами бывают компании, которые действительно начали только полгода назад, а иногда бывают хитрые люди, которые уже давно в бизнесе и просто только-только решили открыть собственное дело. С нами сегодня флористическое бюро «Бамбук и капуста» или «Бамбуста» Наталья Гарбус и Анна Истомина. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Когда я сказала стартап, вы как-то так поморщились, то есть это не про вас? Ну, наверное, не совсем, потому что начинали мы лет семь назад, а стартапы можно назвать розницу в нашем бизнесе, которая, ну, два года, наверное, тоже немного. Ну вот, ну можно сказать, что... Зачем стартап все равно? Два года уже. Но все равно это достаточно свежий бизнес, вы занимаетесь флористикой и ландшафтным дизайном. Или ландшафтный дизайн уже отошел на второй план? Ну, он уже отодвинулся немного. Это на второй план, но все равно мы иногда берем у каких-то своих старых клиентов и друзей заказы, но в основном это, конечно, цветы. Очень красивый бизнес такой, чисто женский, хотя говорят, что в Москве цветами в основном занимаются мужчины. Это бизнес, который держит, как правило, сильный пол. Так ли это? Ну, это так. Практически крупные оптовые и мелкооптовые сети и магазины держат, наверное, владельцы мужчины. Да, азербайджанцы. Нет, разные. Совершенно много. Но, как я понимаю, у вас изначально бизнес был направлен не на конкуренцию с этими крупными и мелкооптовыми товарищами, а на какой-то эксклюзив. Не только эксклюзив, мы просто не хотели, как у всех. В институте нас распирало от идей, мы срочно хотели поделиться с миром своими знаниями. Бесконечно фонтанировали какими-то новыми штуками, когда заходили в магазины, в другие думали, а вот здесь было бы здорово что-то изменить, а вот так было бы лучше. А вот так, да, мы не хотим, у нас будет по-другому, у нас миллион идей. Расскажите, как у вас, в чём необычность и ваша полная индивидуальность? Ну, когда мы начинали, мы сразу же ввели несколько позиций, которые нам казались обязательно нужно ввести. Это вот та же «Привет из Америки» коробка с розами, это какие-то работы с бамбуком, букеты совершенно нетрадиционно. Никогда много зелени, немного цветов, а наоборот, мы часто работаем без зелени. И цена, мы понимали, что в большинстве магазинов, салонов, бутиках очень завышены цены. Это неправильно. Цветы должны быть доступны большинству людей. Я поясню нашим слушателям, если у вас нет интернет-трансляции, у тех счастливчиков, у которых она есть, есть возможность созерцать два совершенно потрясающих букета, которые девушки принесли к нам в студию. Вот самый их фирменный букет называется «Привет из Америки». Это коробка, картонная коробка с розами, и каждая роза помещена в специальную капсулу с раствором. С раствором. Я так увидела только с орхидеями. Это помогает цветам сохранить свежесть дольше? Ну, во-первых, их можно совершенно спокойно. На сутки иногда покупают цветы и нет возможности сразу подарить. Где-то может лежать спокойно в машине до вечера и ждать своего часа. Здорово. И когда ты приносишь эту коробку, человек не сразу понимает, что ты ему принес. Во-первых, да. Часто почему-то думают, что там кукла лежит. И вскрывают, удивляются очень цветы. И коробка сама нестандартная. Это биобокс. Мы специально её разрабатывали. Она дышит? Да, там роза дышит. Да. И мы всегда кладём пакетик тоже вот этого магического порошка, чтобы развести в воде. И потом, когда девушка получает такие розы, она достанет их из пробирок и поставит в воду, как раз разведя порошочек в воде. У меня они очень хорошо стоят. Я попытаюсь визуализировать второй букет, но он ещё более прелестный. Это такая круглая коробочка, шляпная, и в ней просто какой-то совершенно кружевной букет из каких-то даже мини-знакомых цветов. Это могут быть розы одного цвета или микс с другими цветами. Туда мы вставляем всегда аксессуары по теме. Может быть, это детское что-то, а может быть, взрослое. Просто необычно, тоже красиво. То есть это получается не совсем уже букет, а такой цветочный подарок, да? Потому что там есть какие-то фигурки, какие-то штучки, которые могут остаться на память, даже когда цветы увяли. Да, и мы на нашу упаковку часто добавляем либо корицу, либо мадагаскарскую ваниль, которую можно потом использовать. Или какую-то игрушечку, там, мишку маленькую. Балетки, вот как здесь. Да, здесь балетки. Моя Марфуша будет счастлива. Мы на это и рассчитываем. Скажите, то есть вы изначально решили, что у вас будет нечто уникальное, у вас будут необыкновенные букеты, не как у всех. Они будут доступны по цене, и они будут каким-то совершенно уникальным образом упакованы. А как вам удалось добиться того, чтобы это было доступным по цене? Казалось бы, наоборот, эксклюзив, он должен стоить дороже. Вот эти синие ромашки, крашенные химические, можно купить везде. А купить такую коробку с розами, это же совершенно уникальное. Ну, мы решили продавать только цветы. Мастерство и упаковка, и аксессуары, и фурнитура, это бонус. Поэтому нам удается держать такие цены и радовать. Давайте уж озвучим, какие цены, сколько стоит коробка, вот сколько здесь роз? Только розы. Роза, она может по-разному стоить. Ну, грубо говоря, от 40 рублей до 200, в зависимости от сорта розы. Потому что если ароматные французские розы, они в среднем стоят 120-160 рублей. А обычные розы можно положить, они не будут хуже. У них красивый бокал. Особенность... Бокал, да, бутон. Когда распустится, уже бокал. Особенность того, что в коробку отбирается только самые-самые хорошие розы с хорошими листьями, лепестками. И стебель должен быть тоже очень красивый. Крепкий, красивый. А кто это делает? Это отбирают ваши консультанты? Или вы сами стоите за прилавком? Мы часто стоим за прилавком? Каждый день мы на месте. Или одна из нас, или мы обе. Обязательно приезжаем в магазин. И, конечно, сами тоже продаем и отбираем цветы. А где вы берете вот эти прелестные аксессуары? Как вы их отбираете? Тащим со всего мира. И здесь, и покупаем во всех странах. Да, отовсюду привозим. Ну, в основном, конечно, это Голландия. Они впереди планеты всей. Вообще по производству всей флористической продукции. Но и в Германии, и в Америке. В последний раз ты из Америки два чемодана вместо вещей тащила. Бумаги. Вот, кстати, бумага американская. С ума сойти. Ну, это же какой-то очень сложный механизм, получается. Не проще было бы где-нибудь в Китае найти каких-нибудь поставщиков, как все это делают. Каргом сюда гонять всё это. Красивее это в Америке или в Голландии. Ну, а сил мне жалко? Нет. Пока нет. Очень большая отдача эмоциональная. Ну, и вообще отдача большая достаточно. Вы ещё и открылись в очень каком-то таком правильном месте, в уютных арбатских двориках. Нашли маленькое пространство какое-то. Или оно не такое уж и маленькое? Маленькое. Фотографиям, кажется, небольшой магазинчик. Небольшой, да. Он такой какой-то очень действительно европейский, французский, голландский. Действительно много витрин, много цветов. Как вы нашли это помещение? Очень долго искали. Нам повезло очень. Изначально мы работали, у нас была мастерская на МКАДе. На МКАДе? Да. Понятно, почему вас потянуло на арбат. Нет, мы просто до кризиса искали помещение для первой мастерской, и тоже очень тяжело было найти. Цены были на аренду безумные. И так как мы работали в основном с корпоративными клиентами, то помещение было неважно. А всё это время искали, искали, искали. Долго очень. И отсматривали какие-то помещения, но ничего не нравилось. Потом нам позвонила наша подруга и сказала, вот вы знаете, она для себя искала. Если бы я хотела розничный магазин, вот я бы в этом месте. Мы примечались. И мы приехали, и была весна, солнце, всё было залито солнцем, очень красиво. И мы встали, посмотрели на это всё. Ну и ладно. Но вы проверяли как-то там, не знаю, проходимость, ликвидность этого пространства? Мы даже... Мы посмотрели, естественно, рядом цветочный магазин, их было очень много штук, там, семь. Да, ну где-то... И нас знакомые останавливали, друзья и родственники говорили. Очень много, большая конкуренция. Ну, нам просто там сразу понравился. Там какой-то такой микроклимат особый. Можно сказать, сработала девичья интуиция, да, что это то место, в котором будет уютно и правильно. Оправдала себя, несмотря на большую конкуренцию по соседству? Мы себе давали год, но на самом деле через три месяца мы уже поняли, что да, мы здесь надолго. Как интересно. А вам приходилось развешивать какие-то объявления, там, не знаю, зазывать какими-нибудь аниматорами гостей? Нет, нас спрашивают, почему этого не делали. У нас даже не висела наша... Вывеска. Вывеска. Просто люди видели витрину, им хотелось зайти. Ну, просто часто люди заходили... Расскажем подробности после новостей. Сегодня с нами в доле флористическое бюро «Бамбуста» Наталья Гарбус и Анна Истомина. Ну, давайте всё-таки тогда расскажем о самом начале. Вы выпускница МАРХИ, правильно я понимаю? Угу. И вы планировали заниматься всю свою жизнь архитектурой или ландшафтным дизайном? Нет, так как это второе образование, то мы планировали, когда учились, заниматься и ландшафтом, и флористикой. И у нас ландшафтно-флористическое бюро. Но постепенно, вот за годы работы, так как нас уменьшилось вдвое, сил на всё не хватает. И чтобы качественно делать, мы больше акцентируем сейчас внимание на флористике. То есть, выпустившись из МАРХИ, вы организовали бюро архитектурное, да, дизайн? Ландшафтное. Ландшафтное. И вас было четверо. Да. Четыре девочки? Да. Но мы учились все вместе. Мне кажется, что вообще, ну, отучившись в МАРХИ, невозможно, выпустившись, не сделать что-то интересное, не найти. Это как журфак МГУ тоже. Да. Если ты не нашёл работу после журфака МГУ, значит, ты не хочешь искать работу, мне так кажется. У нас все, да, разделились на какие-то группы и сразу же что-то стали организовывать. Так, и вы, это было до кризиса, правильно? Спрос был большой, наверное, на ландшафтный дизайн. Все строили себе прекрасные особники. Всё равно было тяжело. Уже много было ландшафтных дизайнеров на рынке на тот момент. И архитекторов. И нужно было прокладывать себе дорогу, конечно. Но мы начали как раз оформление праздников, помнишь? И праздники ландшафта, да. А потом уже через какое-то время следующие заказы были ландшафтные уже. То есть с самого начала вы решили работать на природе? С природой. И то, и то делали. Ну, к земле и тянем. Работа-то с людьми. Как известно. Работа на воздухе, работа-то с людьми. Почему в итоге вас осталось двое? Как мы, да, уже говорили. Интересы разошлись? Нет. Тяжело выдержать такой темп работы. Особенно первые годы нам приходилось работать с утра до ночи. И мы видим друг друга чаще, чем... Свою семью, да. И не все выдерживают такое. Не все семьи. И семьи не выдерживают зачастую. Поэтому вот девушки ушли в семью. А вы остались железной леди, выдержали испытания. Ну, пока боремся. То есть правильно я понимаю, что сразу практически по окончании вуза вы решили, что вы будете работать на себя и делать собственный бизнес? Да. Вы не жалели об этом решении? Может быть, стоило как-то поработать сначала на кого-то, посмотреть, поучиться, как делать этот самый бизнес? Нет, мы уже были настолько уверены в своих силах, в идеях, в том, что это нужно людям, что мы даже не задумывались о том, чтобы работать где-то в другом месте. Не было до меня секунды сомнений, что поработать где-то. Мы хотели сами нести в массы. Прекрасно. Да, но эта уверенность, она подтвердилась на деле, да? То есть вы как-то сразу попали в струю, вы сразу стали получать хороший, какой-то, ну, как это называется, ответ хороший на... И сразу. Да, фидбэк, да, на свое... Сразу, видимо, мы настолько ринулись на клиентов и на знакомых, и друзей, которые делали, что нас передавали, да, из рук в руки и... Сарафанным радио. То есть вам не приходилось заниматься какой-то маркетинговой политикой? Просто на это не было времени. Совершенно не было времени. И мы всегда, да, тоже говорим, что это нас бы убило, потому что мы не справлялись и с тем объемом, который... Мы даже набрались. Визитки с трудом находили время, чтобы визитки напечатать. Но, тем не менее, когда вы остались вдвоем, вам пришлось, наверное, пересматривать все заново и отстраивать весь механизм по-новому. Ну, отчасти, да. Не страшно было так вот в меньшем шве? Ну, первые несколько месяцев нам было тяжело, потому что пришлось перекраивать все свои планы и выстраивать заново. Ну, несколько раз не пошли в отпуск, не уходили, работали, не отходя от кассы. Ну, и ландшафт в основном — это летняя работа. И получается, что флористика как раз больше в течение учебного года, а ландшафт летом. И получается, совершенно без какого-либо отдыха. Никакого сезонного продыху. Не получается вообще. Получилось так. Так, но, тем не менее, вы решили на себя взвалить еще и розничный бизнес. Как это случилось? Мы всегда о нем мечтали, потому что мы корпоративные, когда выполняем заказы, мы практически не общаемся с клиентом. А хотелось именно вот увидеть ответную реакцию сразу же. Не через какое-то время, не звоня по телефону, все ли подошло, понравилось и так далее. А видя вот здесь и сейчас. И мы шли-шли к рознице, и когда попался магазин... Место свое еще хотелось, вот такое особенное. Не просто студию. И вы его искали год? Нет, нет, мы искали его много лет. Мы сразу начали искать розничное место. Помимо студии мы хотели сразу, чтобы был магазин, но никак не могли найти. А говоря о клиентах предыдущих ваших до розницы, с кем чаще вы работали? С корпоративными клиентами или все-таки с частными лицами? Корпоративные клиенты. Мы начинали с них и много лет с ними, ну и продолжаем работать. Но, то есть, получается, это какие-то агентства, посреднические там, ивент, нет? Нет, совершенно не работаем, кстати, с ивент-агентствами, но очень мало. Мы работаем с компаниями крупными. Началось с друзей, собственно. Друзья друзей. Ну, а почему у корпоративного клиента нету такого обратной связи с ним? Ну, нет, есть. Поток, во-первых, потому что в основном корпоратив как заказывает? Нам нужен такой-то букет, ну, озвучивается бюджет и цветовая гамма. И мы, в принципе, часто не знаем, кому он идет, а хочется понимать. Видел ли заказчик сам букет, потому что мы его отвозим часто по месту. А это важно? Правда, ведь вы же просто самовыражаетесь, вы как-то, ну, я не знаю, там, реализуете свои идеи, совершенствуете свои знания. Какая разница, что об этом подумает клиент? Нет, нам очень важно. Мы же всех пытаем. Мы отвозим на ресепшн и звоним первое время. Да, нет, подходит цветовая гамма или нет. И потом отвозим клиентам, то же самое, все время спрашиваем, выясняем. Всегда, особенно если новый клиент, мы обязательно перезвоним и спросим, потому что постоянные клиенты, мы уже понимаем, что им нужно, и уже практически не беспокоимся. Ну, почти всегда в десятку попадаем. А когда новый клиент, мы хотим узнать его поближе и понять, что нравится. Это же принцип нашей работы, мы же не даем рекламу. У нас наша работа, наша реклама. Нас все корпоративные клиенты нашли по нашим работам. То есть кому-то доставлялась наша работа, и нам звонили, говорили, а мы хотим с вами заключить договор. Нет, а вы приезжайте, мы поговорим. Вот так? Да, мы заключили. А как вы думаете, чем это обосновано, отчего это вдруг ваше букет, и у людей вызывает такое привыкание? Мы, когда отвозим куда-то в новое место, мы, и даже не в новое место, мы долго обсуждаем, что мы должны сделать. Мы спорим до первой крови практически, как это должно быть. Переделываем. Это должно быть всегда что-то вот особенное. То есть человек получает то, чего он не ожидал увидеть в букете, да? Ну или наоборот. Как нам вот недавно зашла девушка и сказала, так приятно получить именно то, что ты хотела. То есть она наоборот ждала именно этого. И это очень здорово. Ну, так получается, что с корпоративным бизнесом у вас просто отношения сложились сами собой, все шло как по маслу. Так же легко выстраивался или розничный бизнес? Нет, мы же совершенно для нас это было новое. И когда мы сами поначалу при клиенте сложно, даже нам было что-то делать, несмотря на опыт. И руки трясутся. И одно косное язычие начинается. Но постепенно мы привыкли. Тянулись. Ну это такой драйв тоже определенный, совершенно другой вид работы. И для нас важно. Часто приходит консервативно настроенный клиент. Или просто у него плохое настроение. Или вот он первый раз приходит. И для нас важно, у нас есть 5-10 минут, перевернуть его сознание и расположить к себе. Мы все время этим занимаемся. То есть это уже, в общем-то, психологическая какая-то задача. Для нас такая игра в работе. Но давайте все-таки к началу вернемся. Магазин. Вы долго, много лет искали помещение. Чудом вы нашли свое, не знаю, место. Свой оазис. С чего вы начали строить магазин? С воды. Ремонт. С ремонта. Бедствие. У вас было достаточно средств своих? Или вам пришлось привлекать инвесторов, брать кредиты? Нет. Мы уже на тот момент располагали. Минимальными силами, во-первых, делали ремонт. У нас основная была проблема с водой. Потому что не была подведена вообще никак вода к помещению. И нам очень там нравилось. Не было коммуникации. И нет их сейчас. Нам просто придумали инженеры, как спустить воду со второго этажа, а потом ее загнать обратно. То есть, опять же, инженеры, наши друзья, наши знакомые. Сокурсники. Не сокурсники, но просто знакомые, которые нам так помогли. Если бы не они, мы, наверное, до сих пор воду в этих компейнерах сели. Да вы что? А как так вообще? Как это возможно, что какое-то торговое помещение в центре города без коммуникации? Да, это полуофисное помещение было, правда, с отдельным входом. А мы из него сделали такое торговое место. Но это все легально? Всякие СЭСы и прочие пожарные вас не достают? Нет, мы ничего не нарушили. Но вам же приходится с ними иметь дело? Очень редко. Я даже не помню, когда последний раз кто-то к нам приходил. У нас арендодатель занимается пожарными, да, вот этими ребятами. То есть до вас не доходит эта история, вы можете спокойно заниматься бизнесом, не считая, сколько швабра у вас стоит в кладу. Вообще нет, да. Да, мы не беспокоимся, нам повезло. Как вы решали пространство в магазине? Вот это очень интересно. Ну-ка, понятно, что вы профессиональный архитектор и дизайнер. Но мы все равно, нам уже наше помещение напоминает мышиную нору. Тащим, тащим. И оно безразмерное. Начиналось с холодильника. У нас же основной это холодильник. Для цветов. Да, и мы тоже долго спорили до посинения, где он должен стоять, как он должен стоять, какого размера должен быть. И вот сейчас мы уже смотрим и думаем, нет, надо бы сделать было побольше. Ну, есть какие-то сомнения. Вот, холодильник, стол и вода, это было основное. А, и диван, который переехал с нами. Вот, мы от этих четырех составляющих отталкивались. И, ну, как пазл, меняли их местами, пытались как-то... Ну, да, вы говорите, что поначалу даже не было вывески, не говоря уж ни о какой там рекламе. То есть каким-то особым образом пришлось оформлять витрины, чтобы человек не мог пройти мимо. Ну, само помещение снаружи особенное. Оно как маленький домик выглядит. И люди и так обращают на него внимание. Но, конечно, мы, да, витрины стараемся менять и украшать. И тогда мы... Первое, что мы сделали, мы выставили какие-то свои работы. У нас есть такое небольшое круглое окошко. Мы выставили туда свои работы, и люди стали остановиться. Останавливаться. Мимо дети ещё ходят. И постоянно сыпем лепестки роз. Да, лепестки роз наши. У входа? Да, да. Ну, и на улице везде. Здорово. И людям интересно, они стали заходить. То есть дети ходили мимо, обращали внимание на эти букеты в витрине, как на игрушки какие-то, да? Да. Потому что они яркие. И дети, и дети, и взрослые постепенно заходили. Сначала все с опаской, а теперь как себе домой. Опаска, наверное, была в том, что это дико дорого, незачем даже и заходить. Но это не так. А почему и как, мы расскажем вам после новостей. Оставайтесь с нами вдоль. У нас в гостях флористическое бюро «Бамбуста». С нами вдоль флористическое бюро «Бамбука-капуста» или «Бамбуста» Наталья Гарбус и Анна Истомина. Мы рассказываем вам историю их розничного бизнеса. Маленький магазин. Ну, это вообще похоже на какую-то сказку, конечно. Две девушки нашли маленький домик с круглым окошком, выставили в нем цветы. И что говорят, что говорили люди, когда впервые заходили в ваш магазин? Помните вы какие-то свои первые клиенты? Помним. Уля была у нас, девочка пришла к нам. Ей, наверное, лет 12 тогда была, и она говорит, ой, как у вас мило, ой, какие штучки. Они когда заходили, в основном с опаской, и вот как у нас многие... Но боялись, потому что это будет дорого. И вообще с опаской ко всему, потому что у нас не привыкли люди ни к чему. То есть, когда мы даем что-то бесплатно, на нас смотрят удивленно. Это до сих пор в новинку. И когда мы говорим, а вам упаковать не надо, мы говорим, это бесплатно, да? Да, давайте. А теперь привыкли, конечно, да. Как вы думаете, во-первых, мне интересно, сколько в среднем проходит человек через магазин? Сколько у вас продаж в день? Это бывает, на самом деле, очень много. А бывают дни, которые мы думаем, странно, дождь, наверное. Наверное, всего, там человек семь было. Нету такого среднего. Мы до сих пор не выявили... Алгоритм, да? Да, перед каникулами, перед праздниками какие-то случаются моменты, которые невозможно определить, с чем они связаны. Но всё равно понятно, что поток таков, что можно позволить себе этот бизнес поддерживать. И даже, наверное, какую-то прибыль получать. Вы же вышли на плюс? Мы вышли сразу, первые три месяца, как я и говорю, в рознице мы тоже вышли в плюс. А всё-таки, возвращаясь к этим шести-семи магазинам вокруг, как вы думаете, почему они не... Один остался. Да вы что? Нет, и палатка осталась. А, палатка вернулась, да, недавно. То есть они между собой конкуренцию как-то выдержали, а вы остались в стороне от их конкурентной борьбы. Ну, часть клиентов просто перешла к нам в первый же, наверное, первый год. Ну да, в течение. А остался мелкоптовый магазин, но нам не конкурентно, совершенно в другой работе области и ниши. А скажите, мне вот ужасно интересно, всё-таки одно дело — это дизайн и флористика, а другое дело, ну, я не знаю, знание ботаники какой-то. Оно же тоже требуется для работы с цветами. А мы проходили, учили. В институте. Мы же ландшафт, да? Кафедра ландшафтной архитектуры. А, то есть вам всё это рассказывали, какие цветы, сколько стоят, как их питать и чем они живут, да? Ну, на самом деле, это больше всё равно часть с практикой пришла. Да, это опыт просто. А как вы выбираете свои цветы? Откуда вы их возите? А почему вы выбираете именно эти сорта? Чтобы нам нравилось. Мы вместе ездим на закупки, редко по отдельности, стараемся всегда вдвоём. И тоже в споре рождается истина. Отбираем по каталогам, отбираем то, что нам... У нас нет некоторых позиций, которые просто... Например, мы очень мало работаем с хризантемой. И считаем её... Это красивый цветок, но у нас только несколько очень-очень красивых сортов необыкновенных. Но зато мы любим гвоздику. Но опять же, только некоторые сорта. Да, лунная гвоздика, кустовая, там... Мелкая. Разная, да? Да, но определённых оттенков она очень красивая. А какие у вас вообще любимые цветы? Лютики. У меня душистый горошек. Душистый горошек? Это как его выглядит? Крылья, бабочки. Палочка с бабочкой. Такой тоненький стебелёк, а на нём такие совершенно нежные, почти прозрачные цветочки. Белые? Голубые, розовые, белые. Рожеватые. Они очень нежно пахнут. И розы. То есть я так понимаю, что вы ещё и, ну, заточены, грубо говоря, на какие-то нестандартные, незнакомые, может быть, даже массовому потребителю виды цветов, да? Ну, у нас всё равно всегда есть розы, всегда есть там тюльпаны, сирень, пионы. У нас тоже часто есть необычные цветы, тот же душистый горошек, часто люди приходят и говорят, ой, а что это, покажите, а понюхать. А мы всегда с радостью туда достаем. Потому что неожиданно, он говорит, надо же, у вас такие цветы, которых там в некоторых магазинах вообще не бывает, не увидишь. Или гортензия разных тоже каких-нибудь оттенков. Вот мне очень интересно, всё-таки, когда люди начинают бизнес, они занимаются его продвижением, они создают какой-то бизнес-план. У вас всё вот, ну, просто действительно по наитию, по какому-то очень такому девичьему, наивному даже пути, а в итоге всё получается. Как вы думаете, в чём здесь секрет? Ну, наверное, вопреки, да, не благодаря. Были ли ошибки вообще? Конечно. Что вы сделали не так вначале? Ну, очень часто мы вкладывали всю душу в какое-нибудь развитие какого-нибудь мероприятия, проекта, готовились, не спали ночами. А потом просто идея была использована, ну, естественно, без нашего участия. Вы что? То есть вас воровали идеи? Похитрее надо. Вы слишком доверчивы в этом ошибке? Изначально, да. Очень были доверчивы. Но на самом деле мы не переживаем, у нас эти идеи, они рождаются и рождаются. Ну, вы взяли эту, но на следующий раз вам придётся придумать самим. А если говорить именно вот сейчас о том деле, которым вы занимаетесь два года в вашем самом молодом бизнесе, да, здесь были какие-то ошибки? Ну, вообще, всё равно же здесь есть некие свои там нюансы, да, кассовый аппарат надо поставить, опять же, соблюсти все вот эти вот нормы, там, сессы, снипы. Ну, это отдельная часть, она как бы никак не отражается на клиентах. Ну, мы сразу не поставили карточки. Ну, вам-то пришлось и чем заниматься? Вот, оплату карточкой мы сразу не поставили. Мы где-то полгода, наверное, да. Без терминала работали. Да, без терминала, и это была основная ошибка, конечно, наша, потому что люди приходили, говорили, а, карточкой нельзя, плохо, и уходили. Какие-то дедовские способы воспринять отдельно, что это такое. И потом вы решили эту проблему, и всё сразу стало в порядке. Ну, да, не сразу, но установили терминал, и как-то стало легче. Вот неужели действительно вам настолько хватает работы клиентов, что не нужно никак ещё дополнительно стимулировать их приток, никакой рекламной продукции, никаким интернет-порталом? У нас как бы интернет-портал есть, и мы доставляем цветы, и по Москве у нас есть водители, но мы не доставляем это массово, потому что как только мы выходим за определённое количество людей, нам становится очень тяжело. Это перестаёт быть эксклюзивным. Качество ещё падает. Мы можем отследить просто, проследить за качеством. Потому что либо мы будем всё время на работе, тогда 24 часа в сутки, потому что нужно всё отслеживать. Вот так же сетью мы перестали работать, потому что падает качество. И пока мы вот не родили смену себе, воспитываем, мы не можем сильно увеличить приток клиентов. А вы наняли, сколько их вы наняли флористов на работу? Ну, 6-8 человек работают всё равно. Мы должны всё время наблюдаются. Помимо нас у нас, сколько ещё? 4-5 флористов плавающих. А кто эти люди, как вы их нанимали? Ой, это льда. Это выстраданные люди. Почему? Да, но... Тяжело. Искали, у нас был период... Кто не хочет работать или не умеет? Нету тех, с которыми мы бы спелись, которые вот наши люди. Да, да, да. Которые готовы были бы с таким же энтузиазмом и с такой же долей доверчивости пахать 24 часа в сутки. Нет, 24 часа мы не требуем. Мы сами за них отработаем. Просто отдачу мы ждём. Чтобы люди горели. Мы сами с большой любовью к нашим сотрудникам относимся и к нашему делу. И мы хотим, чтобы наши сотрудники тоже и к магазину относились к своему. Это очень сложно. Этому можно научить? Ну, человек изначально тоже должен обладать какими-то качествами. То есть... Ну, нет, мне кажется, можно. Ну, даже не научить, а приучить. У нас многие не подходили. Ну, как пример. Личным примером. Ты сам должен являться примером, да. То есть вы ежедневно в магазине сами стоите за прилавком. Или одна из нас, да. И сами делаете букеты и наблюдаете за тем, как их делают другие. Обязательно. Мы 500 раз можем говорить, переделывай, переделывай, переделывай. Но они также видят, что я или Аня может 5-6 раз переделывать одну вещь. Она должна быть идеально упакована, все цветы подобраны, зелень хорошая. И всё должно быть свежее, красивое и очень-очень красивое. Вы помните, как это начиналось? Не обидно ли было, может быть, я не знаю, не странно ли было вдруг, всё-таки имея уже 7 лет за плечами какого-то бизнеса стабильного, с хорошей прибылью, с доверием клиентов больших, корпоративных. И вдруг встать за прилавок. Это же как-то, ну, с точки зрения обывателя, это шаг назад. То есть ты продавщица. Вот ты была там. Это был новый опыт. Ну, мы не относимся. Ну да, мы обслуживающий персонал. Но ничего в этом нет. Мы любим свою работу. И то, что два образования у каждого из нас, нам никак не мешает. Потому что зависит. За прилавком нам это не мешает. Никак. Мы можем поддержать беседы с клиентом. Вы говорите о том, что сначала было очень, ну, так, боязно общаться с людьми, глаза в глаза, и когда у тебя над душой кто-то стоит, и руки дрожали, и всё. Как вы это преодолели? Поддерживать друг другом. И смехом. Мы всё время смеёмся. Хикали. Бесконечно. И всё время клиента тоже вовлекаем, и человек расслабляется, и как-то всё идёт сразу. А есть ли какие-то клиенты, которые приходят и хотят чушь? И можно ли их переубедить? Ой, есть. Есть клиент. Вы воспитываете своего клиента? Мы стараемся. Стараемся. Но мы тоже не упираемся, конечно, рогом, что вот так красиво, а так некрасиво. Но мы стараемся объяснить, что было бы лучше иначе. А давайте мы попробуем. Мы сделаем, не понравится, разберём. Или вы подарите, вам не понравится тому, кому вы подарили, принесите, мы сделаем, как вы хотели. Всё. Нету. Потому что, знаете, плохо. Восторги были. Но вообще со вкусом проблемы, да, у народа в целом? Не всегда. Нет, уже очень многие везде же бывают, видят. Видят много. Интернет, опять же, доступен с того массам. Все везде ездят, видят уже красивые вещи. Есть ли, как вы думаете, в Москве у вас, ну, какая-то действительно конкуренция? Есть ли что-то похожее на вас? Есть даже лучше. Мы равняемся всегда. Мы заходим в некоторые магазины и думаем, нам ещё расти, есть куда расти. Есть хорошие места очень. Или есть хорошие какие-то штуки в каких-то магазинах. И мы... Идеи. Идеи, да. Мы часто смотрим, трансформируем потом. Все обмениваются каким-то опытом. Ну, может быть, многие ленятся и потом застаиваются. Мы с себя толкаем всё время. Нужно ходить, смотреть, ездить, учиться. Наши девочки все учатся тоже. Учатся где? В Москве? В России? За границей? Ну, они на курсы ходят. Да, на курсы ходят. Всё время. На повышение квалификации. Но мы всё время заставляем. Открой интернет. Возьми книгу. Возьми книгу. У нас всё в книгах. Есть знаменитые флористы мира. Можно открыть книгу. И прямо открываешь, думаешь, о, сейчас я вот это буду делать. Да, и получается. Конечно. Ну, цветы-то одни и те же. Но вы омолвились ещё о том, что вы сами очень много ездите за границу. Вы ездите тоже обмениваться опытом или отдыхать? Нет, мы ездим всё время и по складам, и по семинарам. И первое, что мы делаем, даже приезжая на отдых, это лавки, рынки, магазины, цветочки. Цветочки. И все друзья и знакомые тоже знают, когда куда-то приезжают. На телефон. На телефон. А вот я тебе сфотографировала, покажи Наташе. Смотри, в Блобби-отеле вот такая композиция. А вы можете поставить там композицию на ресепшен в ту-та компанию. Спасибо. А есть какая-то, я не знаю, какая-то индустрия моды именно в цветочном бизнесе, да? Что в этом сезоне собирают? Голландцы. Голландцы диктуры для всей Европы, да. Они придумывают, выведут какой-то сорт растения и с ним делают композиции. И сразу же буклет, еще что-то показывают, как можно использовать по-новому. Можно отследить. Вот помните, был такой период, когда стали ставить елки вверх ногами, конусом вниз. Вот это тоже голландская была штука. Они придумали, да, и все обратились. Я помню еще период, когда все сходили с ума по мохнатым кучерявым тюльпанам. Каких-то ядерных цветов там лиловых, фиолетовых. Сейчас французские розы, которые выращиваются в Подмосковье. Кустовые, да? Нет, они крупноголовые, кустовые, душистые. У каждой розы свой аромат. Вот сейчас очень популярно в Москве. А подмосковные розы достойно конкуренцию составляют иностранным цветов? Вот только эти французские. Все остальные мы не работаем. Вы привозите все из-за границы. У нас в гостях флористическое бюро бамбуста. Оставайтесь с нами вдоль, и после новостей мы расскажем вам еще немного из мира цветов. С нами вдоль флористическое бюро бамбука капуста. Бамбуста, Наталья Гарбаса, Анна Истомина. Я знаю, что вы на этот вопрос миллиард раз отвечали. Кто придумал название? Это коллективное творчество. Когда нас было четверо, мы долго просиживали за беседами, как у нас будет развиваться наше предприятие, и какое название будет. И мы очень много работали с бамбуком, вот как раз в японской школе. Ваша фирменная нотка. И мы хотели бамбуком называться, и узнали, что есть сеть бамбук. Была сеть бамбук, по-моему, сейчас она закрылась. Ну, во всяком случае, не да. А бамбук мы хотели оставить название. Нам хотелось сочетать и японское что-то, восточное направление. С сермяжным. Да, с нашим таким суровым. Да, с Европой, да. И смешно, и запоминается, и два значения такое. И очень зелено это название. Опять же, да. Мне нравится их, действительно, прям вкусное. А потом, действительно, можно же делать букеты с не совсем традиционными ингредиентами. С капустой можно. Композиции, да, на рождение мы очень часто используем. На рождение ребёнка мы делаем с декоративными капустами. Очень здорово получается. Мне кажется, это совойская капуста вообще выглядит красивее любого цветка иногда. Да, да. Так, я хотела вернуться к теме персонала. Всё-таки понятно, что человек должен быть влюблён в своё дело, должен всё-таки быть обучен. У него должны быть какие-то руки из правильного места и готовность развиваться. А какие ещё требования есть к человеку, который занимается цветами? Чтобы умел разговаривать. Правильный достаточно. И не курил. Почему? Считаем, да, что несовместим курящий человек и цветы. Перестают работать обоняния. У нас же много сортов разных цветов. Они все по-разному пахнут. Ну и вообще, как курящий человек, он пахнет неприятно. Пахнет, да, в цветочном магазине нужно пахнуть только цветами. Слушайте, а вообще мне даже это в голову не приходило. Действительно, ведь человек, который собирает букет, он должен обладать не только хорошим видением, но и запах, и чувствовать. Только вкусом, но и нюхом. То есть букеты и по запаху собираются? Нас часто просят в роддом цветы, и обязательно, чтобы они пахли. Конечно, флорист должен понимать, что он собирает. А есть цветы, которые нельзя с точки зрения запаха сочетать друг с другом? Лилии сложно сочетать, потому что они просто перебьют другой запах. Даже если какой-нибудь изысканные розы, лилия чаще всего перебьет любой запах. Или розы с разным ароматом, именно ароматная роза, они вместе дают тоже сложный уже запах для восприятия. Поэтому лучше использовать один розовый запах, а не много. Насыщенные какие-то ароматы лучше, конечно, не мешать. Ландыш, лилия, роза. Я понимаю, как можно научить человека делать букет, но как научить его нормально общаться? Мы сначала общаемся с человеком, понимаем, что разговаривает. Образование. Человек должен быть образован. Мы не берем без высшего образования. Все-таки это накладывает отпечаток на любого человека. Да, но опять же, высшее образование и стоять за прилавком. Для кого-то это может казаться зазорным? Не подходит нам тогда. Есть ли у вас сейчас возможность продолжать заниматься также ландшафтным дизайном? Очень мало. Только в основном со знакомыми знакомых. Практически не берем. А не жалко вам, что вы покинули такое, в общем... Мне нет. Она не очень любит. Она всегда не очень любит. Нет, ну просто это штата была неплохая кормушка, я так понимаю. Ну, достаточно накатанный бизнес и всегда есть запрос. Жалко, но не получается все сразу. Возможно, мы увеличим. Надеюсь. Она надеется, что нет. Нет, мы увеличим когда-то долю ландшафта. Просто да, может быть, за счет других людей. Притока других людей. А почему вы не любите ландшафтный дизайн? Она еще в институте больше склонялась. Да, я поняла, что, наверное, не мое. Мне больше нравятся... Мелкие формы. И мне нравится результат сразу видеть, а не через годы. А корпоративные клиенты при вас по-прежнему? Да. То есть с ними вы успеваете работать? Да, это не такая... Ну, это как бы наш основной поток. И мы работаем с ними, продолжаем и стараемся привлекать новых. А они приходят в ваш магазин теперь? Нет, они не приходят. Им не нужно к нам приходить. Мы обычно все привозим. Всегда, если нужно, мы все делаем, как удобно клиенту. Мы не картинки присылаем чаще всего. Мы говорим, мы вам привезем лучше сразу готовые композиции. А вы посмотрите, и мы на месте поймем, что вам нравится, что нет. Потому что, когда мы в офис отвозим композиции, мы же вазы, аксессуары тоже все даем безвозмездно. Ну, они в аренду. Мы берем только за цветы. Потому что некрасиво на ресепшн вот эти в плошках композиции. Пластиковые. Пластиковые. Мы сразу думали, что мы так работать не будем. Потому что у нас огромное количество разных ваз, веток, бамбука и так далее. Нам их потом возвращают? Композицию. Через неделю. Через неделю. Чтобы вы композицию возобновили. Мы привозим в другой вазах. В других вазах. Вот, а эту забираем. Отмываем ее. Очень скучно в одной вазе делать. И поэтому у нас много-много ваз. Мы их покупаем. Я вам скажу, что вы, конечно, на халке. Мало того, чтобы это, значит, был интересный бизнес по душе, так он еще и должен быть нескучным. Вы еще и все время ищите разнообразие. И без всякой рекламы привлекаете клиента. Это, конечно, уникальный случай. Вот как-то вот все-таки хочется понять, где подвох. Ну, мы часто вот, когда мы даже поначалу в компании сами развозили цветы на ресепшн, то есть в охапку вазу и по лифтам, этажам и так далее. И когда в лифте даже едешь с кем-то, они говорят, кому вы везете, а мы тоже хотим. А давайте вы к нам приедете и посмотрите, потому что у нас стоит позор и за бешеные деньги. И вот так мы большинство компаний там вот в сити. Покорили. Везем в лифте, и они говорят, а-а-а, это и нам. И потом созваниваемся, и, Наташа, ты в лифте ехал, а что говорили? Сейчас, конечно, да, водитель, но они тоже говорят, это туда-то. И потом мы можем сделать любую композицию, даже там на тысячу рублей в офис, она неделю простоит, она будет все равно лучше многих-многих композиций. А вы помните какую-нибудь самую безумную историю, которую вам пришлось реализовать? Из? Из цветов, да. Какую-нибудь идею сумасшедшую, над которой пришлось голову поломать. Или для вас нет? Это каждая. У нас, по-моему, каждая, да, каждый заказ — это безумная идея, с которой мы ломаем голову. Или мы говорим, мы сделаем, а потом мы сидим и думаем, а как? А как же мы это будем делать? А, ну мы делали деревья, вот это было безумие. Мы для кафе, помнишь, они нас попросили делать искусственные деревья, у них, они уже были, были безобразные, они попросили нам что-то сделать. Привезти их чувства. И мы пришли, говорим, а, вот так, вот так, вот так будем, потом схватились за голову и крутили из какой-то проволоки эти каркасы, обматывали листьями, это было безумие, конечно, и очень тяжело. Но мы беремся всегда, мы говорим, мы все равно сделаем, мы сделаем. И мы будем ломать голову, как это сделать, и так, чтобы это вот подошло. То есть вам, для того, чтобы ваш бизнес успешно развивался, вам нужен вызов постоянный? Видимо, да. Ну, наверное, прям не всегда-всегда вызов. Иногда хочется что-то такое приятное и спокойное, но должны быть какие-то трудности, чтобы подумать, чтобы не скучно было просто. Просто мы смотрим, большинство магазинов, которые работают, и розницы, и, неважно, корпоративно, они считают, что и так купят. И так сойдет. Да. Ну, так, достаточно аксессуаров, которые вот продаются вот в наших оптовых складах. Мы, это скучно. Каждый год одно и то же. Нет, нам не подходит. Чего вам не хватает сейчас для такого полного ощущения того, что все правильно и все, как вам нравится? Всегда чего-то не хватает. Сейчас уже скоро Новый год, мы никак не начнем, не раскачаемся, не достанем Новый год. Нам этого не хватает. Времени, да. Много каких-то мелких еще вещей, на которые всегда не хватает времени. Они всегда вызывают беспокойство, что мы там не выставили счета еще с Нового года, прошлого. Но мы думаем, ну и ладно, они все равно потом заплатят. Какие-то вот... Не все-все идеально у нас идет. Но еще хочется съездить куда-то поучиться. Вот в последнее время особенно сильно накопилось вот это желание поехать. Поучиться творческим моментом или ведение бизнеса? Нет, нет, именно творчество. Там посмотреть, что нового делают за границей. Вот не хватает времени на это, а очень хочется. А не хочется, например, найти какого-то отдельного доверительного человека, посадить его на зарплату, пусть он крутит бизнесом, а вы будете творить и учиться и прочее? Мы пробовали... У нас расходится... Нет, расходится видение, потому что у нас все-таки, наверное, вторично именно наше предприятие как бизнес. Вот. И то, что оно приносит прибыль, нас до сих пор удивляет. Потому что мы, собственно говоря, нам нравится, а нам еще за это платят. То есть то, что мы превратили в хобби, можно сказать, в профессию, удивительно до сих пор. Да, хобби с двумя образованиями. Хобби, хорошенькое хобби. Но все равно, видите, прорвалось хобби. Поскольку мы говорим о том, что все-таки есть какая-то прибыль, на что вы тратите свои кровнозаработанные денежки? Ой, ну мы часто вкладываем опять же во что-то. Мы можем закупать что-то новое, ну, помимо, естественно, зарплаты, а хобби на что-то. На себя тоже тратим. На что? На что? Что вы любите себе покупать? Вообще? Ну да, я не знаю, там новый автомобиль, там я не знаю, мебель красивую, путешествия. У нас все интересы в основном связаны с работой. Поэтому если что-то покупаем, даже в путешествиях, это мы все равно на работу что-то. То есть какие-то штуки на работу. Нет, ну на себя это похолить полиленцем. Нет, ну на себя там к косметологу сходить, на это тратим деньги. Давно не были. Никогда. Вот, ну что еще там? Что-то детям купить. Так, дети все-таки есть у нас. Ну, конечно, они присутствуют на заднем плане. Мы успели в этом бизнесе еще сделать детей. Нет, да, мы страдаем, что детям мало уделяем времени, но ищем баланс все время этот, чтобы и семья, и работа. Близкие поддерживают? Вот именно их поддержка и дает нам возможность работать, потому что двум нашим подругам семьи их так не поддерживали, как нас. Нам помогают, да. Помогают часто и привезти, и отвезти, и посчитать, и бухгалтеров своих, и еще кого-то. То есть, конечно, поддерживают. Не ропщут? Нет, и грузчиком работать, и курьером, и мусор выкинуть. Ну, и такое бывает, да. Вот так вот. Когда ты делаешь правильное дело, то все вокруг, даже мужья становятся шелковыми. Подивительно. Хорошо, а дети-то пойдут по стопам, нет? Мне кажется, если кто-то зайдет в магазин и увидит бэбика на подхвате, там, 5-6 лет, который помогает собирать букеты, это будет совсем. Мешают, да? Они все, это хочу, это, да, это. Можно я возьму вот этого медвежоночка? Он очень хочет домой. Они такие, нельзя. Ну, мы желаем вашему бизнесу процветания, и мне кажется, что вы являетесь собой идеальный образец того, каким он должен быть, этот самый бизнес. Первым делом любовь, а вторым делом деньги. Спасибо огромное, Бамбус, Танзолия. Спасибо вам тоже.